МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Московское зодчество рубежа 19-20 веков поражает разнообразием архитектурных стилей. Каждый архитектор выбирал тот стиль прошлого, который нравился заказчику. Одни здания строились в духе средневекового русского зодчества, другие в стиле классицизм, третьи напоминали готику. Это явление получило в истории архитектуры название «Исторические стили». Признанный мастером исторических стилей был замечательный архитектор Роман Иванович Клейн. Он родился в Москве в купеческой семье, тяготевшей к культуре. В доме Клейнов часто бывали художники, писатели, композиторы, в том числе братья Рубинштейны. Юный Роман сам имел наклонности к музыке и живописи. Это сыграло свою роль в выборе его профессии. Клейн поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, вояния и зодчества. После его окончания продолжил образование в Петербургской академии художеств. Затем... 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 получил так называемый русский стиль. Образцом для него служила средневековая русская архитектура, памятниками которой так богата Москва. В конце 19 века молодой архитектор Клейн построил на Красной площади здание средних торговых рядов. Своим убранством оно напоминает узорчатые палаты Москвы 17 века. Высокие кровли, резные наличники на окнах, декоративные арки, ниши. Здание хорошо вписалось в ансамбль площади, который составляют средневековые Кремль и Собор Василия Блаженного, а также здание исторического музея и верхних торговых рядов, возведенные незадолго до Клейна в духе древнерусского зодчества. Фасады другого большого магазина, Мюр и Мерелис, известного ныне как ЦУМ, Клейн оформил в готическом стиле. Обширные застекленные поверхности, стрельчатые арки, островерхие завершения кровли – все это напоминает убранство средневековых готических соборов. Вместе с тем за этим псевдоготическим фасадом скрывается современное многоэтажное здание универсального магазина. В свое время строительство магазина Мюр и Мерелис произвело некоторую сенсацию в России. Архитектор применил в качестве несущей конструкции металлический каркас, который позволил разгрузить стены и превратить их в огромные окна-витрины. 15 лет своей жизни Клейн отдал строительству Музея изобразительных искусств имени Пушкина, который первоначально назывался Музеем изящных искусств. Инициатором его создания был профессор Московского университета Иван Владимирович Цветаев, отец известной поэтессы. Он хотел создать первый в России музей истории, скульптуры и архитектуры, охватывающий период от Древнего Египта и до эпохи Возрождения. В разных странах мира были заказаны слепки самых известных памятников мирового искусства. Музыка В 1896 году через академию Клейн художеств Цветаев организовал конкурс на проект здания музея. Его победителем вышел архитектор Клейн. В соответствии с условиями конкурса он спроектировал музейное здание «К cheatin'» Замитой Клейн Его материал в Египте, Греции, Италии, Франции, Германии. Звучит музыка. Требовалось оформить в разных исторических стилях, причем со всей научной точностью. При оформлении египетского зала Клейн консультировался с крупнейшим русским египтологом Голенищевым. Расписной потолок зала поддерживают папиросообразные колонны. Греческий дворик Давал представление о трех главных архитектурных ордерах. Дорическом, Ионическом и Каринфском. Здесь демонстрируется копия угла Парфенона в натуральную величину. Чтобы поместить ее в зале, пришлось углубить пол до уровня подвального этажа. Памятники итальянского возрождения экспонировались в зале, воспроизводящем архитектуру внутреннего двора знаменитого средневекового дворца Барджелла во Флоренции. Парадный белый зал Клейн спроектировал в виде двухъярусной греко-римской базилики, украшенной рядами колонн Каринфского и Ионического ордера. Музей изящных искусств строился на частные пожертвования. Государство отказало Цветаеву в финансовой помощи. Царский министр Витте заявил профессору «Народу нужны хлеб да лапти, а не ваши музеи». Самую большую сумму, более двух миллионов рублей, на строительство музея дал владелец знаменитых стекольных заводов в Гусь-Хрустальном, Юрий Степанович Нечаев-Мальцев. Он покрыл четыре пятых всех расходов. Однако денег постоянно не хватало. Клейн годами не получал жалования, жил доходами от других построек. В этом же году страна, отмечала столетие Отечественной войны 1812 года. В связи с этой датой Академия художеств объявила конкурс на строительство моста через Москву-реку. Его выиграл архитектор Клейн. По его проекту на месте старого металлического моста был возведен новый, по которому пролегала дорога из Москвы в Смоленск. При въезде на мост с одной стороны стоят два обелиска, на которых укреплены мемориальные доски с именами выдающихся полководцев и военачальников русской армии, в том числе Кутузова, Багратиона, Барклая, Детолли. С другой стороны архитектор поставил две полукруглые колоннады, увенчанные военными трофеями. Все в убранстве моста, вплоть до решетки перил, напоминает о воинской славе, об Отечественной войне 12-го года, о Бородинском сражении. Вот почему мост получил название Бородинский. В Москве немало мостов, но Бородинский один из самых красивых. Клейн был очень плодовитым архитектором. В Москве за долгие годы работы он построил более 60 крупных зданий. Среди них кинотеатр «Колизей» на чистых прудах, позже перестроенный для театра «Современник», Трехгорный пивоваренный завод, Трехгорная мануфактура, комплекс больничных клиник на Девичьем поле, храм-усыпальница князей Юсуповых в усадьбе Архангельская, многие доходные дома, особняки, учебные заведения. Роман Иванович Клейн умер в 1924 году. В последние годы жизни он тяжело болел, но продолжал напряженно трудиться. Участвовал в многочисленных архитектурных конкурсах, преподавал в Московском высшем техническом училище. На рубеже 19-20 веков московская архитектура познакомилась с новым художественным стилем – модерн. Зародился он в Европе и получил широкое распространение в России. Крупнейшим мастером московского модерна был архитектор Федор Осипович Шехтель. Он родился в Петербурге в семье обрусевших немцев, предки которых в XVIII веке переселились в Россию. 16-летним юношей Шехтель приехал в Москву и поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, вояния и зодчества. Однако не закончил его. Поначалу Шехтель увлекло оформительское искусство. Он иллюстрировал книги, журналы, афиши, работал в качестве театрального художника, создавал эскизы костюмов и декораций для московских театров. Все эти навыки впоследствии ему очень пригодились. Интерьеры своих построек, включая мебель, осветительные приборы, ткани и даже посуду, Шехтель проектировал сам. Занявшись архитектурой, Шехтель не сразу пришел к моделям. Свободная живописная композиция здания открывающая при движении вокруг него все новые виды говорит о том, что это памятник архитектуры своего времени. С большим вкусом и изобретательностью оформлены интерьеры особняка. Шехтель привлек для работы крупнейшего русского художника Врубеля, близкого искусству модерна. И тот украсил помещение дома великолепными декоративными панно и скульптурой. Залы особняка оформлены в разных художественных стилях. Отделка аванзала, вход в который предваряет стрельчатая арка, несет на себе явные черты западноевропейской готики. Гостиная оформлена в духе рококо, кругом изысканная золоченая резьба. Вместо старинных шпалер на стенах фантастические пейзажи известного русского художника Багаевского. В отделке интерьеров архитектор внимателен каждой детали, будь то лестничное ограждение, камин или светильник. Подлинным шедевром московского модерна стал построенный шехтелем особняк богатого московского кубца Степана Рябушинского. Здание имеет живописную композицию, составленную из разных по величине кубических объемов, к которым примыкают причудливой формы крыльца. Модерн любит красочность и нарядность. Фасады особняка богато декорированы. Поверху стены тянется майоликовое панно с изображением цветов ириса, столь любимого в искусстве модерна. Разнообразны формы окон, причудлив рисунок оконных переплетов. Особое значение мастера модерна придавали отделке интерьеров своих построек. Они полагали, что красота, окружающая человека, облагораживает его, делает нравственнее, духовно богаче. Центральное место в особняке Рябушинского занимает изумительной красоты парадная каменная лестница. По форме она напоминает морскую волну. Модерн вообще любит капризно изогнутые текучие линии и плоскости. При входе на лестницу установлен стеклянный светильник в виде медузы. Двери комнат украшены изящной резьбой, потолки росписями и лепниной. Везде господствуют мотивы живой природы, растения, животные. Некоторые помещения дома имеют витражи. Субтитры создавал DimaTorzok Двери комнатной площадке второго этажа он украшает капителью в виде полуфантастических животных и растений. После Октябрьской революции Рябушинские бежали из России. Особняк занимали различные советские учреждения, а в 30-е годы в нем жил вернувшийся из эмиграции Максим Горький. Ныне здесь находится музей писателя. Небольшой стенд в нем посвящен творчеству архитектора Шехтеля. Уже упоминавшийся русский стиль дал одно из главных направлений в развитии московского модерна. Примером тому может служить здание Ярославского вокзала, построенное Шехтелем в начале 20-го века. С этого вокзала из Москвы начинался железнодорожный путь на север. Вот почему на фасаде здания помещены изображения старинных гербов Архангельска, Москвы и Ярославля. Архангел Михаил, Георгий Победоносец, позже его заменил герб СССР, и Медведь Секирой. В архитектуре Ярославского вокзала Шехтель широко использовал мотивы средневекового русского зодчества. Башни по бокам здания похожи на кремлевские. Фасады украшают рельефы, майоликовые панно, напоминающие старинные изразцы. Интерьеры залов вокзала, позже переделанные, были украшены картинами с видами северного края, написанными замечательным художником Коровиным. В конце XIX века два режиссера Станиславский и Немирович Данченко создали Московский художественный театр. Шехтель на деньги купца и мецената в Саввы Морозова построил для него здание в Камергерском переулке. Фасад театра достаточно скромен, но и здесь мы видим черты модерна, проявившиеся в частности в рисунке дверных ручек и фонарей. Над входом в здание помещена скульптурная композиция «Волна», выполненная известным воятелем Голубкиной. Над волнами летит чайка, которая после постановки одноименной чеховской пьесы стала визитной карточкой художественного театра. В интерьерах театра отсутствует традиционная для того времени лепнина и позолота. Здесь царит изящная простота. На занавесе сцены и в орнаментах стен фойе преобладает тема летящей над волнами чайки. Талант Шехтеля был признан в кругах не только российских, но и зарубежных архитекторов. Он был избран почетным членом общества британских архитекторов, а также в архитектурных обществах Парижа, Рима, Берлина, Вены, Глазга, Мюнхена. Шехтель пережил своего коллегу Клейна всего на два года. Он умер в 1926 году и был похоронен на Ваганьковском кладбище в семейном склепе, построенном по его собственному проекту. Лучшим памятником архитектору служит... По сей день в Москве стоят десятки прекрасных зданий, созданных замечательными зодчими Романом Ивановичем Клейном и Федором Осиповичем Шехтелем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok